Дмитрий Аграновский Государственная Дума по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, фракции КПРФ Матасов Вячеслав Николаевич, президент общества дружбы и сотрудничества с арабскими странами Советский дипломат, эксперт по Ближнему Востоку И Багдасарян Вардан Эрнестрович, эксперт, центр проблемного анализа и государственного управленческого проектирования, доктор исторических наук Вардан Эрнестрович, ну вот с вашего позволения с вас и начнем Естественно все обсуждают высказывания Байдена Ну лично мое мнение, что если сейчас у него спросить, он не скажет, кто такой Путин, где находится Россия и что такого он наговорил Но тем не менее звучало это оскорбительно, вызывающе По-моему даже в советское время стороны такого не допускали Вот на ваш взгляд, как должна Россия реагировать? Понимаете, в значительной степени зависит от положения государства Есть государства, которые можно оскорблять Есть государства, в отношении которых оскорбление непоемлемое И понятно, что в данном случае Байден перешел некоторую границу Но возникают, соответственно, вопросы, как бы, а что Россия? Потому что мы можем рассуждать следующим образом Фактически это переходит в баланс, за которым начинается, как бы, ну, разрыв дипломатических отношений Выкид из системы Я рассуждаю этим образом, ну, как бы, три такие тезиса Значит, тезис номер один Если это конфликт, ну, вот такой уже, значит, конфликт настоящий А не просто позиционная пейпалка Первое Нельзя победить врага, опираясь на ценности врага Это первое Второе Нельзя победить врага, играя по правилам врага Третье Нельзя победить врага, являясь частью системы этого самого врага Поэтому, ну, в общем, перебирая тот возможный ответ Который должна дать Россия Если серьезно, а не только на уровне Кто-то сказал Байден Будет развертываться конфликт Набор, собственно, мер Ответов на эти вызовы Он не столько велик Поэтому в рамках системы, которая уже называется как система капитализма При системе интегрированности России в эту международный капиталистический консорциум Но какого-то сущностного ответа на конфликт Россия вряд ли может дать На уровне целых разговоров Байден сказал одно Путин сказал другое Конечно, да, это возможно Но не на уровне, как я думаю, системного ответа Юрий Вячеславович, ну, формально наша страна отреагировала достаточно резко Отозвали посла до консультации Там, Путин вызвал Байдена на дебаты Естественно, Байден отказался Но, тем не менее, мы видим постоянно Постоянно вот нас как-то шпыняют Нас пытаются унизить С нами разговаривают так, как Просто подумать не могли Разговаривать с Советским Союзом Пытаются из нас делать страну изгоя С одной стороны А с другой стороны, в современном мире Вот насколько это критично Ведь сейчас есть и Китай, и Индия, и масса других стран Которые вполне могут заменить нам Америку и Запад Я имею в виду нам с вами, как стране А не как элите, которая там держит щита и детей Мы должны совершенно четко понимать Что Запад, несмотря на какие-то внутренние противоречия Своя какая-то постановка Второй ряд вопросов у Германии присутствует Выступает Единым фронтом Против Российской Федерации Во многом этот Единый фронт Связан с тем, что Соединенные Штаты Оказывают в том числе и Серьезное влияние на политику Других государств Присходя из своей военной мощи И расположения вас С участием на Американской солдат На территории многих государств В том числе, в первую очередь, Германии Мы видим, конечно, ожесточение и риторики И подходов, и заявления со стороны Уничтого руководства Соединенных Штатов Америки Но мне так становится, что это в большей мере Все-таки нацелено на внутреннюю аудиторию И, с другой стороны, на консолидацию союзников В антироссийской политике Потому что, на самом деле, скорее всего, Байден Окажется, из точки зрения проводимой экономической политики Внутри США, менее успешен, чем Трамп Из точки зрения его физического состояния Тоже очевидно, что он не является таким жильчиком Который створяет мощность Соединенных Штатов Но если этого нету президента Надо создавать иллюзию Поэтому, конечно, галерина на Российскую Федерацию будет усиливаться Хотя мы прекрасно понимаем, что те самцы, которые водятся Они, в принципе, не являются для нас такими губителями Не хочется подсказывать какие-то рецепты Они сами без нас знают Но, например, эмбарго на поставку нефти, металлов, газа Оно, конечно, бы намного сильнее ударило экономике России Чем нынешние санкции Мы прекрасно понимаем, что они могут серьезно ограничить поставку продукции Машиностроения, оборудования, станков в нашу страну А мы все-таки даже в оборонном области серьезно от них занимаемся Есть проблемы и самолетустроения Да, обеспечения, в том числе, и информационной безопасности нашей страны То есть, на самом деле, у Запада есть еще большой инструментарий Для реального, более мощного давления на Россию Что может привести к действительно более серьезным последствиям Хотя Советский Союз испытывал намного большие проблемы Связанными с теми санкциями той холодной войны Которая в то время фактически проходила С другой стороны, была и отдельный блок-степт Который позволял осуществлять вот это взаимодобедное сотрудничество Поэтому нам надо четко и прекрасно понимать Что давление будет усиливаться И очень важно, как поведет себя правильный класс Власть российских идеалов Вот нам нужно не на словах, а в реальных делах Национализация элиты Мы должны совершенно четко понимать Что курс на соглашательство Или попытки разделить политику от экономики Выводя капитала на Запад И надежды многих наших элегантов в том, что когда-то все устаканится Это такие иллюзии, которые не реализуются Давление будет усиливаться А вот когда не пройдут вот эту грань И когда фактическое добавление может перейти уже в более открытую конфронтацию Это вопрос, в первую очередь, от американской администрации Но мы должны совершенно четко проводить национально ориентированную политику К сожалению, российская буржуазия, правящий класс, который выражает интересы в том числе Олигартического капитала, это сделать не может Это мог сделать только КПРФ И широкий фронт для этого и отечественных сил Да Вячеслав Николаевич, вот Советский Союз Мы теперь это знаем Он был тоже обложен западными санкциями с ног до головы Но мы, простые жители Советского Союза Этого совершенно не замечали То есть на нашей экономической жизни это не сказывалось Вот как это удавалось, это первый вопрос И второй вопрос Нынешняя Россия, ну объективно, гораздо идеологически ближе Западу, чем Советский Союз Однако почему-то с нами сейчас разговаривают исключительно пренебрежительно из позиции силы А с Советским Союзом, я помню, близко даже такого тона не допускалось Вот почему Ответ на ваш вопрос довольно простой Ведь давайте проанализируем нашу внешнюю политику и наши внешнеполитические позиции Начиная с момента развала Советского Союза Причем не с позднего периода, там с начала перестройки Когда, даже может быть пораньше несколько Когда мы начали сдавать позиции американцам Вливаться по теории конвергенции в западный мир И пытались там стать своими ребятами Что произошло с тех пор? Рухнула система международных отношений Выстроенная после Второй мировой войны Это Ялтинские соглашения Это, в конце концов, Устав ООН Международное право, которое было уничтожено С реликвидацией Советского Союза Мы имели после этого такие явления, как Война против независимого Ирака После этого была Ливия, Украина, Югославия Ливия, Иран И мы своим поведением, по существу, приучили американцев К определенным нормам отношения с нами Нормы подчиненные Нормы, как говорится, метрополия решает Мы тут должны выполнять все указания И когда мы вдруг начали проявлять самостоятельность А когда мы начали проявлять самостоятельность? Когда один петух в одно место клюнул Именно Когда это было? Когда после Ливии Вы помните эту сцену по телевидению? Джон Маккейн, показывая накровавленного Лидера ливийской революции Муаммара Катафи после разгрома Ливии Он показал Володя, смотри Это твое светое будущее Указал пальцем На весь мир Вот ведь что А затем Прошло в Сирии Вспомните 2012 год Американцы обвиняют в Сирии Башара Асада во всех семи смертных грехах Он использовал химическое оружие Там надо судить Нюрнерский процесс И так далее Но я скажу так Что Какой должен быть наш ответ? Да Мы перестали делать то Что нам приказали Но почему? Потому что угроза Нашему руководству И то, что произнес эти слова Американский президент Я вообще Честно говоря На своей страничке Даже не стал выкладывать На фейсбуке Потому что Для меня это даже не интересно Это частный эпизод Ответ должен лежать в области Совершенно иной Мы должны продемонстрировать Во-первых Политическую волю нашего руководства Решимость Отстаивать национальные интересы Вардан Несич Но Запад Часто ставит перед нами условия Которые не только унизительные Но еще и невыполнимы Вот сейчас они, например От нас требуют Выполнения минских соглашений Но, во-первых Россия не сторона в конфликте Потом Они так их понимают Что их физически Выполнить невозможно Вот не кажется ли вам Что они Заведомо ставят перед нами условия Которые мы выполнить не можем Именно для того Чтобы лишний раз Унижать нас Обкладывать санкции И вообще давать какой-то повод К вот этой холодной войне Горячие они, понятно, не перейдут Но чтобы постоянно нас шпынять Я хотел бы такое Методологическое Вначале уточнение Что не надо пребывать В такой пацифистской иллюзии В системе капитализма Существует конкуренция И, как показал классик Эта конкуренция Переходит в межимпериалистические Практики Поэтому конфронтация В существующем мире Она всегда была Она будет И, значит Мыслить как-то иначе А почему вдруг Нас Запад не любит Значит Но это Как бы пребывать В очень такой Опасной иллюзии Что будет Значит На что Как бы Пойдут в итоге Вы говорите Невозможность Выполнить Минские соглашения А знаете А я вспоминаю Другое Ведь Ведь те же Соединенные Штаты Америки Значит Не признавали Так До конца Существования СССР Вхождение Как они не признают Сейчас Крым Не признавали Вхождение Прибалтики В состав Советского Союза Значит И тоже Признать С нашей стороны Там Значит Незаконность Что они требовали Включение этих Прибалтийских Республик В состав СССР Это тоже Казалось невозможно Но потом Приходит Горбачевское Руководство И то Что казалось Невозможным Стало возможно Буржуазия Как была Компрадурской Так и Компрадурской И остается Она Спит и видит Вернуться К снятию Этого Так называемого Конфликта И устремиться Туда В западноцентричный Мир Без существующих Уже Политических Барьеров Для этого Поэтому Знаете Как бы Возможно Значит Я Некоторые Личностные Попятствия И все Значит Придадут Обязательно Компрадурская Буржуазия Обязательно Сдаст Политические Геополитические Цивилизационные Позиции России Это будет Непременно И знаете Как бы В отношении Советского Союза Советской Россией Тоже Вводили Санкции Значит В 1919 Году Верховный Совет Антанты Тоже Еще Не такие Санкции Но Весь Вопрос А каков Был Ответ На эти Санкции Ответ 1927 Год Наезд Англичан И ответ Наш Ответ Чемберлену Вчера Были Там Не только У Чемберлена А теперь Они И у Мал Значит Показатели Промышленности Сельского Хозяйства Развитие Вооруженных Сил Это все Прокатило Подписи Наш Ответ Чемберлену Способно Ли сегодня Россия Дать Наш Ответ Байдену У меня Большие Сомнения В этом А вот Как раз В связи С этим Давайте Я вас Познакомлю С результатами Голосования Которые Мы провели На нашем Сайте И поставили Вот такой вопрос После чего США Начнут считаться С Россией После отказа От поддержки Донбасса И передачи Крыма Украине Так считает 1% После извинений За вмешательство В американские Выборы Так считает 0% После замены Путина На Чубайса 38% И после возвращения Экономического Потенциала Утраченного Из-за разрушения Ну тут Мне кажется Мнения Наших зрителей Разделились четко Примерно Треть считает Что Запад к нам Будет благосклонен Если мы вернемся К политике Ельцина и Горбачева И будем все сдавать Это имеется ввиду Чубайс Либо Две трети считают Что с нами Будут считаться Когда мы снова Станем сильными Как Советский Союз И просто Отвоюем Право Ну на какое-то На свое место В мире А вот что вы думаете? Ну мы как Марксисты Ленинцы Должны Четко понимать Что Не может Измениться В стране Формация С изменением Позиции Главы государства И даже С изменением Фамилии И человек Который Расправляет Государство Должны Прийти Другие Общинственные Политические Силы Власти В стране В причине Не происходит Реального Серьезного Экономического Развития В нашей стране Почему Нет Реальной Программы Импортозамещения Потому что у нас Сырьевой Переферийный Капитализм И российская Олигарка И такой Фактический Программа Государством Она Все-таки Связана И с западным Капиталом С другой стороны Она Заточена В первую очередь На рыбе Из России Сырья И продукции Первого Передела Вы посмотрите Ставилась Задача Президентам Удвоению 17-го Пошло И задача Не выполнено Обещало ли В 2008 году Войди Петерку У лучших Командов Мира Опять же Задача Не выполнена Даже Программа Инфортозамещения По Разделу Сельских Хозяй Хотя Продвинулась Но тоже Даже Планы Не выполнены Ну и Что Эта ситуация Заменяется Только из-за Того Что захотел Что-то Президент Сделать Или Не захотел На самом деле Мы понимаем Какие-то Общинские силы Имеют Все Ученики Управления Нашей страны Но Я просто Посмотрел Реально Разумный Человек Верит Что Если Мы вернем Крым И Прогодим Донбасс Что Сельдинные Штаты Магитет Лучше Относиться Да нет Не будет Лучше Относиться Наоборот Они Восходят Сладости Завтра Они Будут Создавать Очевидные Прежения Внутри Российской Федерации В Сибири Капказе Мы помним Один 90-х годах До Развала Нашего Государства Еще Вот этот Вот Кстати Удивительно Количество людей Какие Новые Залы Это Заметно Не чупается Правда Это не значит Что они За Да На самом деле Это тоже Определенные Иллюзии С нами Считаться Не будут Просто На самом деле В России Тогда Прямое Внешнее Управление Которое Они В 90-х Уже Владимир Распродавая Синскую Промышленность Направляя Свои Свои Министерства Ведомств Крининги Которые Проводили Эту Поритику Тоже В 20-х В 20-м веке Сделали Серьезный Серьезный Прорыв Создали Великую Державу Мощную Во всех Отношениях Промышленных И в экономическом Плане Ну и конечно Военных Планет Поэтому без Изменения Коса Серьезных Изменений Внутри страны Невозможно Средневные Штаты Будут уважать Только сильную Мощную Экономическую Державу Вячеслав Николаевич В советское Время Пятая Колонна Была Представлена У нас В Советском Союзе Отдельными Диверсантами Вредителями Шпионами Ну в общем Как в нормальном Государстве Такое бывает А вот Сейчас Пятая Колонна Это весьма Мощное Образование Которое В огромном Количестве Представлено И в бизнесе И в банках И особенно В средствах Массовой информации И она имеет Огромный Вес Во всех Доминирующих Сферах нашего Общества Вот что с этим делать Не так просто Совершить этот Патриотический Поворот Потому что Очень серьезные Силы Заинтересованы В том Чтобы смотреть На Запад И подчиняться Ему Вы знаете Сейчас очень часто Ругают интернет За то Что там Дезинформируется Общество Народ Ложка информации Но Можно Многое полезного Сейчас Покерпнуть Из интернета Вот Меня Позило Состав Руководящий Состав Членов Правления Наших Государственных Корпораций Ведущих Я уж не говорю Про Руководящий Алюминиевая Промышленность Энергетику Наших Наших Главных Электростанций Которые Созданы Трудом Советских Людей Это Это Позор Когда Ведущие Энергетические Компании Практически Накосятся Под руководством Западных Эксперт Уважаемые О чем идет Речь О каком Развитии Может быть Речь Если Стратегические Решения Стратегические Компания Российской Федерации Принимаются За пределами Российской Федерации Я думаю Я думаю Что Начинать Надо С этого И То Что Будут ли Нас Уважать Или Не Уважать Нас Будут Уважать Они И сейчас Вынуждены Уважать И Уважать Создает Уважать Раздавали О Проголосовать Разрешенную Уже Сколько Лет Мы Топчемся Абсолютно На месте Ничего Не Происходит Ну Вот Почему В свое время Наверное В конце 80-х Годов Распространился Такой Концепт О возможности Эволюции Сверху Знаете Я очень Сомневаюсь В том Что Эволюция Сверху Возможна Всего Это Правящий Класс Будет Менять Систему В рамках Которой Он Занимает Господствующая Положение Значит Пойти На это Изменение Системы Вряд ли Он Способен Вряд ли Это будет В его Целевых Повестках Это Во-первых Во-вторых Значит Да Есть Конфликт Внешний Ленин Это Определял Как Межимпериалистические Противоречия Но У меня Давно Сложилось Такое Ощущение Что Этот Самый Правящий Класс Боится Своего Собственного Народа Гораздо Больше Чем Он Боится Запада И поэтому Как бы Вот Эта Идея Соединения Крымская Весна Не могла Развиваться Дальше Поскольку Тогда Должен был Этот Правящий Класс Пойти В сторону Народа Чего Было Принципиально Невозможно Ну и Еще Как бы Такое Напоминание Что В основе Туристической Системы Лежит Вопрос О Собственности Пока Собственность Находится В руках Этой Правящей Элиты Пока Эту Собственность Не трогают Никаких Изменений Быть Не Может А вот Когда Затронут Эту Собственность А затронуть Его Могут По Двум Сценариям Либо Попытаются Отобрать Внешний Дяди Либо Будет Поставлен Внутренний Вопрос Незаконности Пайватизации Вот Тогда Этот Правящий Класс Зашевелится Но Это Будет Уже Другая Фаза А пока Вспоминаются Значит Слова Пописываемые Людовику Шестнадцатому В дневнике Когда Началась Французская Эволюция Он написал В дневнике Как известно Ничего Он не заметил Этой эволюции Правящий Класс Пребывает В довольстве Он В общем-то Получает Свои Бенефициарные Поимущества И пока Для него Ничего Юрий Вячеславович Ну вот Англичане Говорят Вот Знаменитая Поговорка Не держите Все яйца В одной корзине То есть Нельзя смотреть В какую-то Одну сторону Делать ставку На Какой-то Один вектор На ваш взгляд Вообще С точки зрения Коммунистов С точки зрения КПРФ Какую политику Должна проводить Россия Совершенно очевидно Что нельзя быть Сырьевым придатком Запада Может быть И не стоит Полностью Отдаваться Китаю Но Советский Союз Спроводил политику Совершенно Многовекторную И имел Дело Со всеми Дмитрий Конечно Мы должны Проводить Многовекторную И самое главное Прагматичную Политику Несмотря На какие-то Ростные Заявления Средо Сотрудничества Российской Федерации С Соединенными Штатами И с Тосканом Оно Будет Продолжаться Мы должны Четко Определить Те север Которые Интересованы В этом развитии Конечно Внимание К социалистическому Титаю Нашей Двухсторонной Могнатой Которой На Последний Код Оно Должно Быть Еще Более Пристальным Мы должны Наращивать Сотрудничество Оно Политик И политика Внесем Сфере Одна Большин Прагматичная Но Какая Политика Не была И не проводилась Внешней Политик Конечно Много От внутреннего Состояния Государства От Тех Ответов На Внешний Вызов Который Может Дать Российская Экономическая Система И Социальная Стратегия Развития Пока Страна Разделена По имущественному Признаку Когда Власть Имущие Пытаются В стране Построить Сословное Общество Когда Мы Не деляем Серьезного Внимания Развития Науки Чемных Отрастей Производства Все равно Стандартин Делается На Вывоз Нашего Сырья За рубеж Пока Продолжаем Эту Полит Ничего Хорошего В этом Не будет Поэтому Надо Делать Серьезное Внимание Своей Экономике Развитию Своей Страны Вячеслав Вячеслав Николаевич Вот Переломный Момент Это Конечно Крымская Весна Когда Первый Раз За Наверное 20 с лишним Лет После 91 Года Кто-то Посмел Открыто Не подчиниться Соединенным Штатам И открыто Бросить им Вызов Другое Дело Что Это Может быть Вынужденно Произошло Но Тем не менее Это Произошло Вот Почему Не последовало Продолжение Правящий Класс Не сможет Перебороть И перейти Кугран И Стать На подряд Эти позиции Никогда С другой Сдат Не дают ему Другой Возможность Он его Показывает Свою агрессивность Он не нам Не народ Он покажет Правящий Класс Посмотрите Список Тех Кто Подвержен Самому Обструкции Запада Их Столкают К тому Чтобы они Жестко Прихватили А пойдут Они Потому что Их Устраивает Он им дал Все Благо Он их Поддерживает Он им Дает Бюджетное Финансирование С тяжелыми Не нам С тварей Пенсионерам А Дает Тем У кого Миллиарды За все Эти Кризисный Код Десятки Миллиардов Возросла Возросл Капитал Наших 110 Миллиардов Это Показатель Того Куда Грет Наш Правящий Класс Я думаю Что Эти Вспышки Они Обусловлены И То Что Мы Влезли В Сирию Как Я Влезли Беру Савычки Мы Правильно Сделали Хотя Многие Критикуют Его Абсолютно Правильно Продемонстрировали В Крыму То Что Мы Так сказать Уже И по Европейским Делам Сейчас Запиксировали Твердость Это Надо Делать Дело Раньше Потому Что Я Понимаю Что Уважаемым Девушам Приятно Слетать Сразу Выпить Пивка Покушать В хороших Европейских Ресторанах И Все За Государственный Счет И Чем Плох Это Пасе Или Как Совет Европы Куда Нас То Приглашает То Приглашает Но Денег Требует Всегда Поэтому Ездить Туда Очень Приятно Но Не в этом Дело Надо Смотреть Шире А Надо Ли Нам Все Погулки Депутатские В Эти Европейские Деревни Мы От этого Только Теряем Престиж Потому Что Нас Топсят Ногами На Глазах Всего Здорового Солоса Этого Допрещать Нельзя Не И Третье Что Я Хотел Ответить Ответить По Поводу Экономических Дел Конечно Вот Вопрос Сейчас Ципровизация Ведь Многие Сейчас Говорят Что Надо Или Сжать Ципровизацию Или Бороться А Ведь Проблема Стоит В другом Мы Никуда Не уйдем От Ципровизации Только Их Руках Сегодня Интернет Я Затажу В фейсбук Кто Меня Редактирует Но Проблема Это Все А Ведь Это Вот Сейчас Перебои Были Где В Правительстве Кремле Ведь Интернет Работы На базе Интернета Работают Наши Государственные Воронные Важнейшие Учеред День Уважаем Неужели Это И Если Это Делается И Закрывается Глаза Значит Это Кому-то Это То Самое Война Как ее Не назовите А идет Война Кибервойна Идет Семя 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 Страной Второго Сорта С высока Совершенно Может быть Это все Таки Наша Вина Но Что Мы Начиная С Горбачева И с Козырева Вот если Громыка Был Мистер Нет То Козырев И Горбачев Это были Мистеры Да Они Соглашались На все Они Отдавали Все Ну Собственно Так И привыкли С нами Разговаривать В действительности Конечно Истоки Современной Ситуации Надо Искать Там В позднем В позднем СССР Я Не думаю Что это Можно рассматривать Как какие-то Уступки Это Это не уступки Это Это Должно Называться Несколько По-другому Как бы Это Игра На той Стране Значит И фраза Жизинского Вы еще Посмотрите Чья это Элита Это Ваша Элита Или Это Наша Значит Она Как бы Никто Эту фразу Не отменял Была Как уже Сказали Существовала Установка Стратегическая Что пора Заканчивать Конфронтацию Мы входим Единый Западноцентричный Мир Значит И в этот Западноцентричный На основе Западных Ценностей Значит И Это Отказ От собственных Ценностей Отказ Условно говоря От Первородства Значит И принятие Ценности Противника Ну с этого Все и началось И сегодня Ну а что сегодня Ну да Есть некоторая Пейпалка Как построились Иван Иванович С Иваном Никифоровичем Из этой серии Значит Ну а по сути-то Все институции Сегодня Это институции Заточенные На Вхождение В единый Западноцентричный Мир Финансовая Система На основе Доллара И евро Образовательная Система Выстроена Под Систему Западную Для Конвертации Дипломов Вячеслав Николаевич Но очень часто В нашей стране Изменения Осуществлялись Либо после Поражения В войне Либо под Внешним воздействием Например Крепостное право Было отменено После Крымской войны Революция Произошла После Тоже Плохих событий На фронтах И фактически Поражения Сталин Провел реформы В хорошем Смысе слова Которые дали Потрясающий результат Индустриализацию Тоже под Влиянием Внешнего давления Мы были вынуждены Пробежать этот путь За 10 лет Вот сейчас На нас опять Оказывают Жесточайшее Внешнее давление На ваш взгляд Сможет ли Нынешняя власть Произвести Какие-то Необходимые реформы Вы уж извините меня За это слово Я Пессимист Когда речь идет О возможности Проведения Любых Экономических И социально-политических Реформ В России Сегодняшнего дня Я вижу о том Насколько Прочно Прихвачены Все Рычаги управления Экономикой Прежде всего Информацией Политикой И административной Поэтому Надежда на то Что может быть Какой-то Даже тихий Прогресс В этом направлении Я не вижу То есть Вот эти Жесткие Меры Которые Предпринимают Против Лично Президента Страны Я извиняюсь Чтобы президента Страны Назвали Убийцей А другой президент Это Беспрецедентный Случай Конечно Это Сигнал В Лондоне Силовые методы Развитие Вот мы Говорим о том Что надо Развивать У нас По 91-го года Запад запретил Нам Развитие Деньги Которые идут От нефти и газа Идут Запад И партии Которые Запрещено Законодательно У нас Использовать Для развития Российской экономики Это факт Поэтому В этой обстановке Конечно Надеяться На то Что мы тут Можем Дождаться Ребята Живут Припевающих И в Рублевке И в Лондоне И в Ницце И в Италии На берегу озера И так далее Но это Их не спасет Под урозой Стоит страна Телеком Вместе с олигархом С президентом И правительством Вот это Должны понять Поэтому Сюю стратегию Надо выстраивать На том Что Под угрозой Не просто Там вот Так сказать Наш народ А вся страна По существу Стоит перед угрозой Расчленения И уничтожения Такая страна Как Россия Западу в целом Не была нужна Нужна и во времена Средневековья И тем более Сейчас Мадленд Он Сказала Золотую слова Россия Большими Природными Ресурсами Обладает Это Несправедливо Причем Надо понимать Что мы им не нужны Ни в виде Российской империи Ни в виде Советского союза Ни в виде Нынешней Российской федерации К сожалению Дорогие друзья Время нашей программы Подходит к концу Юрий Вячеславович Я вам задам Заключительный вопрос Геннадий Андреевич Зюганов Сказал Что Путину Не нужно Опускаться До Препирательства С Байденом Особенно Вот В таких Тонах А вместо этого Ему надо С четким Ясным посланием С четкими Ясными словами Обратиться К народу На ваш взгляд Что Надо было бы Сказать народу И Ну и Насколько это возможно К сожалению В нынешней ситуации Ну первое Я все-таки Хотел бы Чтобы Наши Перезрители Внимательно Изучили Это интервью Геннадий Андреевич Потому что Он В этом интервью Развернутый Картину Ответа Советских Руководителей В разные Воды На вызовы Которые стоят Перед нашей Стороной В том числе Те угрозы Которые Клинили Запады И США Это была Принципиально Тверда И уверенно С точки Зрения Обращения К Макс И посылам Которые Необходимо Дать Этот посыл Конечно В первую очередь Должен быть Ориентирован На выбор Концидента В пользу Патриотически Настроенных сил Российской Федерации Нам надо Во-первых Планировать Между либералами Западниками Мы очень Понимаем Что только Развитие нашей С одной стороны Связано С тем Что мы должны Винить Подавляющее Большинство Населения Патриотическую Часть населения С пониманием Сложившейся С ситуацией Но С другой стороны В этом послании Конечно С нашей точки Звения Должны Были Прозвучать Вещи Которые Объединяют Нашу Народу Мы должны Отказаться От Градительской Пенсионной Реформе Мы должны Не на словах Народелать Делать Чуду Который Позволь Продолить Суциальные Прослоения Бедность И объединить Страну В прорыве Страну Которая Движется К определенному Ориентину А не Барахтается И вынуждена Ситуативно Отмечать Три Вызовы В розыгры С страны США и В сталинском Фильме Про Ивана Грозного Есть такие слова Будем сильными Признают Все И действительно Если страна Наша будет Сильной Тогда Никто Не посмеет С ней Разговаривать С позицией силы А с вами была Программа Точка зрения Я и ведущий Дмитрий Аграновский До свидания Субтитры создавал DimaTorzok